Добрый вечер! Сегодня, как я и обещал, мы начнем и коснемся вопросов, связанных с практическим применением знаний по древнеправославию, ну и по целям, коснемся тех целей, которые эти знания, в принципе, дают. Вот для того, чтобы нам знать, ну как бы, какие все движения, какие, значит, мы можем делать упражнения, нам надо вот иметь общее представление, которое лежит в основе, в базе нашего православия. Я уже говорил, что, в принципе, в природе существует только лишь движение и эфир. И именно из этого рождаются миры, наши способности, все вообще существа, планеты, солнца, звезды. То есть, все есть движение. Просто различные формы, различные, значит, периоды приводят к этим вот вещам. Ну а то, что у нас, в общем-то, были в истории люди, которые способны были материализовывать вещи с помощью, значит, каких-то определенных действий, вот, тоже Сайбаба, вот, очень много индийских святых, которые могли это делать. Они, в принципе, значит, тоже совершали действия. А к действиям относится, ведь, буквально все, вот, наши эмоции, это ведь действия, действия гормонов, движения, изменения, там, в результате наших химических превращений. Вот, наши мысли, это тоже действия, наши слова, это тоже действия. То есть, в принципе, качеством действия, движением, соответственно, обладает практически все. Ну, что имеется в виду, что имеет человек, имеется в виду, конечно. Вот, в природе тоже, естественно, движение, но ведь природа, она более стабильна, в отличие от человека, вообще от других существ, потому что, живые существа, они более активны. А в природе, все, во-первых, растянуто на очень большие промежутки времени, но в природе тоже появляются и существа новые. Тот факт, что у нас ежегодно там исчезает 10 тысяч видов растений и животных, да, а всего там 500 тысяч растений и около миллиона животных, и это было еще, значит, на заре, так сказать, 20 века, выяснено, да, то за 100 лет, если каждые 10 тысяч у нас каждый год там исчезает, то за 100 лет, то, что оно все практически исчезнет, оно же не исчезает, оно ведь появляется. И появляется именно потому, что природа тоже своими действиями может все это порождать снова. И причем она порождает какие-то там микроорганизмы, которые в действительности миллионы, и вряд ли мы когда-нибудь достигнем конца в их исследовании, потому что все время новые появляются, и все время, значит, которых мы вообще никогда не знали, не видели и не понимали. Причем мы их начинаем изучать, когда они какую-то бьяку для человека представляют, то есть совершают, а так даже особо-то туда и не лезем, в эти внешние виды. Так вот не только простейшие появляются на Земле, появляются и достаточно растения там другие, не только в результате скрещивания. Обычно ведь, ну, во-первых, проходит мутация, это понятно, что происходит изменение, а бывает, что рождается вообще из ниоткуда. И вот это вот рождение из ниоткуда, это как раз и есть вот соответствующие формы движения. В нашем организме, вот, помимо, так сказать, известных желез внутренней секреции, которые мы вот привыкли, и которые мы проходим и знаем, это вот там щитовидная железа, паращитовидная железа, эпофиз, эпифиз, значит, ну и половые железы, да, то в принципе эти больше веке ничего и не проходят. А в 19 веке, в учебниках, значит, физиологии, там проходили железы, которые сейчас даже название, сейчас их даже, мы о них вообще не знаем. Это лобковая железа, мы ее не знаем, можем ее спутать, значит, с половыми железами, да, но она не половая. Дальше, значит, копчиковая железа, тоже про нее, как бы, никаких известий неизвестно. Вот, межсонные железы, две железы парных, одна находится под одной ключице, другая под другой, там как раз проходит у нас сонная артерия. Вот, а она влияет как раз вот на состояние мозга, это тоже очень важная железа. Вот, ну, стандартный, значит, конечно, гипофиз, эпофиз. То есть, и вот парасчетовидная железа, которая тоже у нас, значит, выходит уже, потому что там вкрапления у нее остались. И вилочковая железа, тоже, она достаточно большая, а теперь, значит, это. Так вот, они все вырабатывают гормоны, гормоны, которые обладают действием. И они, гормоны, они обладают еще качеством преображения человека. То есть, они могут нам задать те свойства и качества, которых у нас нет. И наоборот, чтобы дать нам какие-то возможности, которых тоже мы не имели. Собственно говоря, в железах скрыта наша эволюция. Мы уже говорили, что воздействие на эти железы и стимуляции можно осуществлять с помощью организации потоков, как от Земли, так и от космоса. То есть, соответственно, расставив руки, направив на ту или иную железу, значит, этот поток. Причем надо одновременно два потока, чтобы была сила. Потому что сила всегда, как пружина, она всегда направлена в две стороны. Если вы только один поток организуете, то силы железа не приобретет. И это не важно, что у вас, может быть, не обязательно углы будут совпадать. Идеально, конечно, когда будет совпадение углов, тогда получается и от космоса, и от Земли одно и то же, тогда это пружина правильной формы. То есть, она что в ту, что в другую сторону. Но если она будет неправильной даже формой, не беда. Главное, что мы все равно напрягли эту железу. Сейчас у нас, конечно, знаний о том, какие функции та или иная железа выполняет, нет. Но мы даже все, там у нас ведь, значит, насчитывается где-то 70 гормонов, да, изученных гормонов, да. А вообще в организме их обнаружено более тысячи. И, естественно, все гормоны, они неизученные, к чему они приводят. И эта неизученность, она еще связана с тем, что у нас существует зашоренность, да. То есть, мы не знаем, зачем. Ну вот, как-то сказать, значит, мы вообще не знаем, что человек, он может творить чудесное, что у него божественные способности, возможности. Если мы этого не знаем, то мы и будем думать, что эти гормоны для того, чтобы там увеличивать ритм сердца, или наоборот его замедлять, или то же самое касается дыхания. Вот и все, в принципе, знания о гормонах, которые мы на сегодняшний день имеем. Ну, имеются, значит, конечно, там по половым, более-менее сделаны исследования. Ну, и тоже только выявлено, что вот это вот за либидо отвечает, это, значит, за потенцию там, и все фактически. Так гормонов, в действительности, даже половых гораздо больше. И они тоже могли у нас воздействовать на нашу эволюцию. Причем ведь, смотрите, у нас ведь с годами, с годами все вот эти вот, ну, даже мы уже говорили, что вот понятие любовь даже самое, да, осталось только одно слово, все убрали остальные. Понятие оргазма, он тоже только один остался, да, понятие. А потому что все вот эти вот слова, которые были связаны, значит, священные слова, которые были связаны с оболочками человека, они... И, соответственно, значит, оргазм, да, вот га это как бы, ну, или газ, да, это ведь, ну, сейчас это какое-то, значит, это... А это же, в действительности, какое-то движение, да, потому что га вообще указано на движение. Дорога, телега там, вот нога. А газ и зим еще, да, то есть у нас получается, что это движение, значит, к чему-то высшему, потому что вот зе, да, ну, сейчас у нас зе там с дела связано, а вообще зе это же, это гармония, буква «с» на латыни, она же гармония обозначала. И поэтому это в действительности движения, это гармония, материализация этой гармонии. А вот все остальные слова, которые были связаны с «от-газм», «ом-газм» и так далее, они же ведь исчезли вообще полностью, а это ведь совсем другие состояния. То есть исчезнув, убрав из языка слова, мы убрали тем самым и явления, которые у нас когда-то существовали в нашей повседневной жизни. А с этими как раз вот процессами, которые связаны именно с рождением чего-то, да, связано как раз очень многое, что приводило к рождению вообще всего. Потому что божественно она идет вот как раз от суетия, от совокупления мужчины и женщины. И как раз вот все вот эти дела у нас нивелированы, и в общем-то мы не изведены в этом плане на уровень животных, которые в принципе, ну вот у них с окуплением, они же не думают, для чего это им нужно. В принципе человек тоже перестал думать об этом. Вот, значит, движения вот самые такие сильные. Вот мы говорим, например, как по мановению руки, да. Мановение, я описал, значит, что она связана с нашей мирой, что движение по мере – это есть мановение. Но это самая, это самая простая форма мановения. Мановение обязательно связано с Богом. И вот мановение, как связывает человека с Богом движение, потому что именно правильное движение может что-то сделать в этом мире. Вот у нас основных мер столько же, сколько, значит, у нас в организме тонких тел создается. Вот у нас первое тело – Ж, и с ним связана самая первая мера – это сожжение. Сожжение – это расстояние от копчика до макушки. Естественные меры – это все естественные рычаги человеческого тела, которые способны вызвать волну. А когда они вызывают волну, происходит обратная реакция. Касается же, это как раз вот расстояние между основанием черепа и тоже копчиком. Это, в принципе, расстояние и длина позвоночника. Вот позвоночник, он ведь имеет тресообразную форму, то есть он тоже имеет гармонику. То есть одна у нас, вот эта буква «С» – это есть одна гармоника. Так вот, она и имеет эту форму, потому что мы вот эти сигналы принимаем. И когда мы качаем свою меру, мы ведь в пространство распространяем ее, а потом мы начинаем, возбудив пространство, потом мы начинаем получать обратно. Далее у нас идет мера, связанная с шириной плечи – это аршин. Аршин связан с астральным телом. Астральное тело – это у нас третье тело, это тело эмоций. Если предыдущее у нас тело чувств, тело хи, это тело феи. Оно одновременно связано еще и с растительной структурой человека. Связано с физкультурой, о чем мы говорили. И вот эта мера, она способствует как раз накапливанию в нас растительного статистического потенциала, потому что растения, они все статичны. Они медленно-медленно растут, медленно-медленно расцветают и медленно-медленно дают плоды. Вот это медленное движение, характеристика растений. В принципе, человек, когда будет делать какое-то упражнение, оно будет в принципе статичным. Вот медленно-медленно встать – это достаточно присесть, а потом встать, чинить часы, например. Очень сложная задача. Но в принципе, она достижима при определенной тренировке. Потому что человек старается, конечно, встать как можно быстрее. Тут же напрягаются все мышцы, все время держать. В напряжении очень тяжело. Но в то же время это копится за растительный потенциал. Вот когда у человека вот эта вот фи накапливается, статическая вот эта вот составляющая, он может воздействовать на растение. Вот как раз вот в этом состоянии человек может договариваться с растениями, ускорить свой вегетативный процесс. То есть процесс созревания, допустим, не на три месяца, а на месяц, например. Или еще быстрее. То есть вот, например, йоги, которым под силу за два часа вырастить дерево, лимон, они как раз накопили этот потенциал. Могут таким образом воздействовать на дерево. Вот дальше идет энергия ми. Ми, микос. Это связано как раз у нас с грибной. Элементальной, то есть мысль. Мысль, мышца, вот микос, гриб. Это в действительности все вот как бы грибное начало. Грибное начало. Гриб ведь он в принципе, это как бы не растение, потому что у него нет хлорофила. И в то же время это уже не кристалл, потому что у кристаллов нет, ну то, что там на названии цели, да, или грибницы. То есть кристалл, он же тоже может и размножаться, да. То есть от кристаллика отпочковывается, кристаллики тоже начинают свою, так сказать, свой этап развития, то есть сформирование и рост. И кристаллы от грибов, они в принципе отличаются только тем, что они медленнее все это делают. А в принципе все то же самое. То есть они и растут, они и сохраняют свою структуру, и они размножаются. То есть фактически это тоже живой организм, и эта кристаллическая структура в человеке тоже присутствует. Она связана как раз с энергией линии. И почему у нас вот это же событийное тело, да, вот, и она как раз связана, если у нас, значит, мини-мысль, она связана с плечом, то вот казуально она связана с локтем. Причем у нас здесь ведь два, две кости, значит, лучевая и радиальная кость. И у нас как бы за как раз казуальное тело отвечало два бога. Бог Трояна и Бог Богиня Берегиня. И соответственно было две миры, мужская и женская. Значит, эти, ну это как бы получается, события, они же у нас и мужские, и женские могут быть. Понятно, что должна быть и, естественно, две мужская и женская мера. Поэтому у нас есть и Берегиня, и Трояна, которые отвечали за вот эту меру. Ну, измеряют локоть очень просто. Это вот от пясти до локтевая кость до этого, а лучевая со стороны, внутренней стороны руки. И, значит, здесь как раз скрепление радиальной кости. И поскольку у нас кристаллы, они как раз вот копят энергию событий, поскольку вот, ну, специалисты, которые способны читать казиаты или казипы, как на санскрете говорят, значит, они берут камень, кристалл, который записал эти все события, и они читают, что происходило, в какое время. Потому что кристаллы впитывают вот эту вот энергию событий. События – это ведь, в принципе, мысли природы. Для нас мысли – это вот связь в голове, которая возникла под действием внешней среды. Между чем-то и чем-то там у нас понятия, там какие-то связываются между собой. Значит, и вот у нас, ну, это же отражение только лишь. А в природе события – это, в принципе, ее мысли. Вот. Мысли, но которые вот мы только лишь отражаем. А это происходит мышление природы. Природа, она же все равно же целая, она более глобальная по отношению к человеку. Естественно, она значительно более мудрая и более способная мыслить, чем, допустим, ее частичка, такая, как человек. Мы лишь отражение природы. И можем только лишь отражать, в принципе. Во всяком случае, в настоящее время, пока мы не доросли опять до того уровня, который у нас был. Вот. Наконец, значит, у нас, значит, идет душа. Это уже, значит, шестое тело. И она измеряет, ее мера является как раз ладонь. Ладонь тоже мерится, вот, от пясти до, вот, самого среднего пальца. У некоторых людей, значит, средний и безымянные пальцы одинаковые. Вот. Но от края до края ладони. Она же, потому что, когда мы ее сгибаем, да, вот она вот эту вот волну и начинает излучать. Вот. И, наконец, вот пальцы, это отвечали за дух. Это седьмое наше тело. Вот пальцы, это вот, если смотреть, вот косточки, да, вот отсюда начинается измерение. У нас 10 пальцев. Блин того, что мы, значит, распределили, имеется распределение между, значит, мерами и оболочками тонкими, но пока у человека не создан двойник, у него только лишь оболочка. Вот задача, как раз, вот, в древней православии, это создать из оболочки создать двойника. Если, допустим, душа, значит, ну, вот казуальное уже тело, это еще родовым телом называлось, вот душа, значит, дух, они имеют образ человека. Вот. И, соответственно, и миллимеры. Так вот, все пальцы, они еще, вдобавок ко всему, относятся, каждый палец имеет свое отношение, значит, к той или иной тонкой оболочке. Вот начиная, значит, от среднего пальца левой руки, он назывался жинец. Вот. И потом указательный палец, это уже, он назывался хинец. Опять же, по названиям этих сил, ну, или энергий тонких тел. И дальше вот пошло хинец, там, финец, минец и так далее. У нас слова такие, осталось там, низинец, да, например. Вот. Но это испорченное, я уже говорил, что о сторожилах грязь, что у нас 34 тысячи слов исчезло из-за русского языка, 90% поменяли свое значение. Не исчезли как раз те, которые характеризовали нашу, вот, как раз волшебную культуру, которую сегодня, к сожалению, днем со днем уже не сыщешь. Чуть-чуть там в сказках осталось, но это очень мало. Вот для чего у нас вот, ну, вот женщины сейчас вот выращивают там ногти, да, это просто как осталось, как какая-то дань прошлой моды, да, они там их красят, или, ну, это все правильно, да, только они уже не понимают, зачем это делают. А делали для того, чтобы синхронизовать все оболочки. И дело в том, что у человека, да, вот когда наступает, значит, какой-то Бог, да, покровительство, период, ну, по месяцам, там, по 12-18 дней, покровительство тот или иной Бог. Вот за этот период, чтобы связаться и вступить, войти в контакт с Богом, обязательно надо с ним синхронизоваться. То есть у Бога есть его число. Мы берем это число и начинаем с тела Ж, то есть вот наше усажение. Мы начинаем кланяться. Ну, к примеру, там, допустим, мы хотим, значит, вступить в контакт с Берегином. Иначе мы 10 раз сделали поклоны. Дальше, значит, у нас идет телохи. Мы тоже должны сделать что-то подобное 10 раз, тоже поклоны. Но ведь у нас, значит, вот этот позвоночник, фактически, да, вот когда мы кланяемся, это понятно, здесь вторчаг работает. А вот у позвоночника у него сложнее. Мы же вот так вот поклониться не можем. Но, в принципе, мы это должны сделать. То есть 10 раз мы сгибаемся не в талии, а мы сгибаемся в позвоночнике. И вот мы делаем тоже 10 поклонах. А потом у нас идет оршин. И мы 10 раз мы должны тоже сделать поклоны. То есть мы можем свести плечи, да, это же расстояние, как раз есть оршин. Вот. Но всегда делается одинаковость, чтобы упражнения, они были похожи. Вот. Дальше, значит, у нас идет плечо. Плечо мы можем тоже 10 раз согнуть. То есть у нас сгиб в плече, так. То есть поднимая и опуская плечо, мы, в принципе, делаем те же поклоны, только плечом. И то же самое касается уже казуального тела. Когда мы делаем, значит, сгибы и разгибы локтем, мы синхронизируем теперь уже казуальное тело. Дальше мы синхронизируем душу. То есть мы делаем 10 таких вот движений, связанных, похожих на поклоны, да, но это просто сгиб-разгиб. Вот. И потом пальцы. Мы все тела засинхронизировали. Раз мы засинхронизировали тела, то мы таким образом, причем мы же синхронизировались еще и с числом Бога, то значит через нас пойдет информация от этого Бога. И потом, ведь вы не забывайте, что мы же делали и делаем обязательно родение, которое связано с приветствием к Богу. Родение – это переживание этого состояния эмоционального, в котором закрыта функция Бога. То есть здравствуйте, мы не просто говорим для эстрия Бога, приветствуем, мы переживаем состояние здравия. А как пережить состояние здравия? Ну, это вы же знаете, когда вы чувствуете силу, мощь, значит, энергию, готовность там что-то делать. Вот это состояние надо пережить. Раз вы его переживаете, таким образом отдавая, это же ведь надо делать, как мы уже говорили, каждый день родения. Вот, а потом в дни как раз благодействия мы должны вступить в контакт с Богом, чтобы максимально получить от Него эту благодать, мы должны с Ним засинхронизироваться. Засинхронизироваться вот таким способом, как делаем одинаковые движения для всех наших, значит, тел, которые у нас имеют место быть. Значит, теперь, значит, по поводу вот как раз ногтей. Вот, ноготь, он же связан с но, но разумом на греческом языке. Вот, и когда мы делаем все фаланги одинаковые с помощью ногтей, мы тоже добиваемся этой синхронизации. Но ведь у нас, смотрите, мы ведь говорим о семи телах, так? У нас десять пальцев. Просто три тела, которые, значит, у нас их нет. Ну, у белых людей девять тел – это обычные дела. А десятого тела, как правило, нет. Вот, и десятое тело – это как раз вот отвечает вот этот вот безымянный палец левой руки, потому что мы когда все тела, значит, обогнули, вот девятое – это мизинец, да? А десятое – почему вот кольцо, когда, значит, кто-то разводится, да? Объединение вот седьмое тело, да? На правой руке как раз седьмое тело попадает, да? Объединение вот кольцом в духе означает кольцо, да? А вот на левой здесь десятого тела у нас нет, и как раз бы никакого объединения ни с кем не существует, это кольцо означает. То есть традиция осталась, как бы понимание, и уже как бы не существует. И вот когда мы сделали все пальцы, фаланги, пальцев одинаковые, три верхние, они назывались вершки, кстати говоря. И вот у нас как раз вот все, значит, вот по две фаланги, они назывались а-дюймом, они отвечали за восьмую оболочку, а вот вершки, они отвечали за девятую оболочку. Вот, ну у нас, у людей обычно они не очень разные, то есть вот сгибы, там разгибы, двумя фалангами еще можно сделать, а вот уже одними не все могут делать. А в принципе это стимуляция как раз вот девятого тела, тело, которое связано с языком, и дваконическое, то есть девятый кон. Значит, тело, которое в принципе создавало как раз единство всего, и в том числе языка самое главное. Потому что деванагария, сейчас это считается там вид письменности, и вообще деванагарий, это вообще был язык. Язык. И он не только был связан как раз вот с письмом, потому что ведь, понимаете, у нас существовало, значит, помимо общения с богами, еще и общение с природой. И вот с природой язык, который общение было, он назывался сензар. И он был связан не с тем, чтобы мы понимали животных там и растения, а с тем, чтобы произвести изменения в окружающей среде, добиться того, чего у них нет. Вот как раз добивались через высоту воздействия звука. Вот это вот так называемое шумерское письмо, да, линейное, это в принципе ноты, ноты, которые определяли, значит, воздействие, то есть это сензар, определяли воздействие, значит, человека на природу, как можно воздействовать и чего мы можем добиться в результате этого воздействия. То, что растения способны воспринимать наши, ну, вообще звуки, да, и особенно там какие-то произведения, вот классическую музыку, они там лучше растут, быстрее цветут, дают там хорошие плоды, связано с воздействием звуковым, так. Вот, а если еще знать, какие как раз частоты нужны этому растению, тем более, если мы знаем, как бы используем меры растения, да, мы можем вообще все это ускорять очень быстро. Значит, когда мы делаем вот эти все фаланги одинаковыми через размер ногтей, мы тоже добиваемся синхронизации всех тел. И, в принципе, это так и специально делалось, когда делали, ну, общие, как бы, все ногти для всех одинаковые. Ну, то есть, ногти-то будут разные, конечно, размеры, но это было нужно для того, чтобы добиться постоянного контакта с богами. Почему мы говорили, что человек в духе там или не в духе? В духе-то когда у нас более искра. Вот. И тем более, когда вот у нас совесть, вот совесть, это как раз и есть постоянный контакт с богом. И вот то, что человек в постоянном контакте, это их назвали блаженными, и сегодня это имеет, ну, определенное, так сказать, определенное понятие, да, отрицательность этого. Вот. А блаженное, в действительности, это постоянный контакт с богом. И постоянная вот эта благодать, которая идет от бога, она у него. И достигается она не только то, что мы вот просто родим, но она и чисто механически может достигнуть ее. Во всяком случае, это помогает поддерживать этот постоянный контакт. Одинаковые, так сказать, размеры фалан на наших пальцах. Вот. Ну, те, у кого, допустим, нету восьмой-девятой оболочки, им не обязательно, конечно, все пальцы там делать, тогда не обязательно делать. Вот. Ну, у народов, у которых там уже нет души, им, в принципе, и вообще ничего не нужно делать, потому что никаких контактов у них с богами не будет. Потому что контакт с богами может только произойти у людей, у которых есть одна оболочка. То есть есть дух. Вот. За каждую эту оболочку у нас отвечал бог. Бог пути, которые относились к богине праве. Бравь у нас считался кумиром. Вот. Первое тело, это как раз у нас было, оно связано было у нас с настоящим именем, да. Настоящее имя давалось по именям. бога года и бога месяца, покровителя, когда человек рождался. Второе имя связано было с именем отца, это было отчество. и оно давалось тоже второй оболочке человека, это было настоящее имя отца. Вот каждое имя оно давалось на четыре года. Вот человек получал настоящее имя, потом получал имя отца, потом имя матери, это вот имя как раз астральное оболочке, тоже настоящее имя матери. Вот три основных вот эти имени, которые на сегодня в какой-то степени остались, у нас отчество, на западе их конечно уже убрали, а вот обережество, которое имя от матери, оно как бы фамилия, фамилия это женщина на латыни, оно сохранилось в какой-то степени и в сегодняшнем обществе как отголосок тех былых достижений нашей цивилизации, потому что именная система она очень важная, потому что она давала возможность человеку приблизиться, вступить в контакт с Богом и стать им и более того перепрыгнуть на следующую степень когда уже много функций Богов в человеке, много чисел в нем открыто как функций, тогда человек уже становится нечто гораздо больше, чем он был, чем он мог быть и он двигается все дальше и дальше по мере овладения как раз этими именами. Ну четвертая оболочка связана была с сакральным именем. Сакральное имя оно как раз давалось по значит часу и минуте рождения. Почему сидели с секундомером и там было все очень важно. Там ведь у нас считается сакральное имя это первый вдох так но считали также и первый прием пищи это тоже было связано с Богом но оно тоже сакральное второе сакральное имя значит считали значит когда человек увидел свет это тоже важно имя потому что с ним связано огненность и сие ведь ребенок когда рождается почему огонь земля вода и воздух потому что ребенок когда выходит он первое что видит это свет глаза же открывает и видит свет его принимает ну принимая сейчас на руки вообще раньше женщина рожала присев на курточке то есть ребенок выпадал на землю то есть его принимала земля и поэтому сначала был огонь свет потом была земля он коснулся земли для человека вот эти все моменты первого когда действия соприкосновения они всегда были очень важными вот вода его значит это он вдыхал да вдыхал то есть воздушное стихие и его потом обливали ну мы отмывали от всех родовых там вод прочих вещей то есть вот вода вот он сразу четыре стихии коснулся всех четырех стихий и все такие моменты они были очень важными и вот есть еще одно имя вот сакральное имя давалось по первому вдоху да а вот непроизносимое имя давалось по точке зачатия это час и минута зачатия вот это самое важное имя для человека в действительности потому что именно в эту точку это есть точка входа это вот как родовое место если в эту точку на человека наорать нахамить то есть унизить там как-то еще что-то мы можем убить вообще все генетические программы вот про гирея болезнь это быстрое старение это как раз сбивка вот этой программы потому что именно в эту точку произошло воздействие на человека поэтому это очень важно и эту точку должен знать каждый человек ему не обязательно об этом всем рассказывать но знать он ее должен и вычисляется она с помощью маятника с помощью то есть значит родители они должны знать когда вот они зачинают ребенка да знать когда приблизительно произошло зачатие обычно после полового акта там 16-18 ну бывает 10-12 часов но как правило современные женщины у них всегда проблемы поэтому 16-18 часов и вот в это время вы его приблизительно знаете уже когда должно произойти вот когда именно происходит это зачатие вот женщина это чувствует ну то есть оплодотворение когда произошло значит она это чувствует потому что у нее меняется лицо она начинает походить на своего на душу того человека который в нее вошел ну и это в принципе все знают что значит у человека то есть у женщин когда они в нашу плот у них ребенок он вернее лицо у них может меняться оно может быть красивым становится может наоборот не очень красивым становится это как раз связано с тем кого у нас будет рожать то есть то что в нее вселилось в данный момент но поскольку у наших предков то всегда вселялись и наши предки да других просто не могло быть поэтому естественно что вот вселение все время одних из одного и того же рода в принципе не меняло потому что вот если заезжаешь старую русскую деревню все в принципе люди похожи друг на друга именно потому что у них здесь происходит одинаково они все похожи потому что они все в принципе родственники даже племя там разные вроде все равно похожи вот но они красивые кстати то есть и эта красота кстати говоря она ведь ну мы считаем что там разные вернее как нам говорят что вот именно разные там виды если промеж себе скрещутся красивые дети это временный эффект во втором третьем поколении там эта красота исчезает нарушает там начинает нарушение пропорций происходить и другие неприятности значит мы сейчас вот коснулись темы как бы настройки да всех вот тел для того чтобы принимать значит проявление Бога чтобы оно через нас проявилось в древней православии там методик вот таких я не скажу что там очень много но много вот я еще хочу коснуться одной методики которая тоже приводит к тому что у нас начинает проявляться через нас Бог это синхронизация дыхания и сердцебиение ну идеально когда у нас сердцебиение идет идет значит четыре тука на вдох четыре тука на выдох токи меряют вот при сжав значит средний палец руки вот к этому месту здесь хорошо чувствуется пульс то есть держать руку на пульсе даже есть такое устойчивое словосочетание в русском языке было обычным делом значит у русской православной традиции потому что через синхронизацию дыхания и сердцебиение всегда можно достичь опять же и контакта с богами ведь мы можем не обязательно четыре-четыре да только сделать а мы можем использовать число богов четыре это число яви а мы же можем взять любое другое число сделать допустим шесть туков вдох шесть туков выдох и таким образом связаться со славой или двенадцать туков вдох двенадцать туков выдох и связаться значит с Таней ну вот двадцать четыре тука вдох и двадцать четыре выдох для многих людей уже сомнительно именно потому что человек обычно он больше двадцати туков не выдерживает как правило именно потому что у него заслой кулон организм там ну и всякие там проблемы а вообще вот такие вот как раз синхронизации с числом с числами богов через дыхание сердцебиение это наитимальнейший способ опять же установления контакта с богами ну с богом в данном случае вот когда у человека дыхание вот мы четыре-четыре взяли взяли мы можем взять четыре три например или четыре пять то есть четыре вдох пять только выдох или четыре вдох три только выдох ведь у нас смотрите вот начинается дыхание процесс дыхания он пошел кверху круг пошел вот на высшей точке он вдохнул полной грудью начинается процесс выдоха если он равен тому же числу сколько мы только вдыхали то у нас получилась окружность мы замкнули замкнули процесс синхронизации в своем организме это как раз вот условия бессмертия когда у нас все процессы начинают идти циклически у детишек обычно дыхание идет они вдыхают ну я продолжаю опять эти цифры хотя у детей у них чаще дыхание и хотя чаще сердцебение но не обязательно оно совпадает с этим значит 4-4 то есть 8 туков и вдох выдох не обязательно и это не страшно этому надо учиться вот этому дыханию если у него обычно то детишек как раз дыханием быстрее выдох происходит быстрее и поэтому у нас получается смотрите мы вдохнули а выдохнули мы оказались чуть выше вот у нас следующий вдох и опять выдох то есть у нас пошла восходящая спираль это как раз связано с эволюцией то есть ребенок растет развивается и это нормально то есть мы всегда у себя можем таким образом если нам нужно что-то добиваться через дыхание заставить себя эволюционировать то есть только изменяя соотношение вдоха и выдоха если идет обратный процесс то есть мы вдыхаем до полного а выдыхаем значительно дольше и у нас как бы ниже так казалось да и вот снова вдыхаем то есть у нас идет неисходящая спираль и вот у пожилых людей как раз они вот выдыхают там у них больше времени тратится то есть это в действительности это инволюция и вот старение как раз вот оно и характеризуется неправильным дыханием возникновение неправильного дыхания вот и поэтому когда мы поддерживаем все правильное дыхание то есть когда у нас синхронизировано сердцебиение и дыхание как раз 4 4 плюс 8 это нормальное как раз дыхание для бессмертия но более всего связь с богами можно достичь используя в своих мерах углы богов как это можно сделать если вы возьмете свою меру мысленно представите круг вокруг нее чертите и проведете цилиндр так вот относительно плоскости где располагается ваша мера ну не круг вы проводите угол бога и вы таким образом как бы рассекаете цилиндр под углом какого-то бога ну всегда лучше брать бога покровителя данного времени вам же с ним работать вот вы получили если вот посмотреть срез цилиндра когда вы пересекли его плоскостью под углом правильным углом вы увидите элипс значит вот он будет иметь одну большую полуось и малая полуось она будет равняться вашей мере а большая полуось она будет определяться углом этого бога относительно вашей меры вот эта вот большая полуось это и есть мановение то есть когда вы делаете круг или тот же элипс по этой по этому элипсу вы совершаете мановение почему говорят как по мановению руки да потому что мановение оно связано с богом вы через себя проявляете он через вас проявляется и он может через вас проявиться вы же его меру используйте его угол используйте через свою меру и через вас бог он будет проявляться а ведь бог он может все он достиг все достигаемости и основная функция его которая выражена в этом числе и в его угле она реализовывается реализуется через вас и вот мановение я об этом не писал я писал что мановение вот это мера ваша мера движение по вашей мере это по мере действительно по вашей мере но еще и по мере это я вам даю сейчас сакральные вещи за которые и я и вы тоже получите башки потому что но я еще раз хочу предупредить что на все волшебные знания у нас наложены проклятия капканы всякие ловушки расставлены если вы еще не начали получать но еще впереди все но я не хочу вас пугать вы должны быть к этому готовы вы должны к этому относиться философски то есть если вы это снисходительно понимаете что ребята вот наделали всякого и тут дерьма для нас а мы вот это все благополучно преодолеем вот с таким настроем можно в принципе все это преодолевать но все равно вот когда вот еще человек не окреп да а мы в принципе живя в нашей жизни даже если что-то и накапливаем тоже все теряем вот вот срабатывают вот эти вот все вещи очень неприятно то есть когда вот начинаешь особенно демонстрировать там какие-то штуки получают и те которые видели и получают те которые демонстрировали и причем очень хорошо получают так что можно лисеться даже жизнью или лишить жизни тех которым это все покажется поэтому вот одно из условий наших вот занятий если вы что-то и получили себя помалкиваете вот например мне не надо тоже бы это может быть интересно но лучше не говорить да вот целей тогда вот будем и распространять знания в принципе их и нужно распространять потому что это наша культура и я вот как бы за что получаю за что получил все что я сейчас вот рассказываю и отдаю там без всяких этих некоторые там вот ну я знаю таких деятелей там берут сумасшедшие деньги за все эти вещи причем они подчас даже и не знаю там ну вот пообщались с человеком который имел такие возможности до них появились вот эти ну ситхи как они говорят чудесные возможности они начинают их вот тиражить потому что они получили этот потенциал а нам кто вот не общался с этими людьми или пообщался потом все растерял надо все равно добывать это все самим то есть проходить весь кон овладевать всеми чистыми всеми этими свойствами для того чтобы молча потом значит их реализовывать значит вот мы перечислили меры у человека да вот самая главная мера которая касается вообще всех превращений человека и вообще на боевое так сказать яги используются это красот аршин и косая сажень вот она образует крест у нас вот сажень да это вот плечи это вот горизонтальная мера если вы что-то будете делать то используете вот в горизонтали это вот аршины у нас стало все в русском языке все там нас в аршин там мережь да потому что когда вы делаете вы делаете под себя это будет потому что с вами резонировать но не все не все только с вами им тоже хочется чтобы с ними то и резонировало чтобы им тоже свойства богов передавались помещение там мы строим почему вы были вот женская там половина мужская половина и дети это у них же всякие там строения типа люльки там сначала люльки а потом там всякие штабы ребенок продолжает до сих пор строить там штабы это это как раз остатки того когда у него были по его мерам сделанные сооружения вот и вот когда по своим мерам вы делаете все эти штук они с вами и количество то есть если вы там взяли количество аршин то есть это число ваше стало вот и быстрее тоже начинаете получать синхронизацию и соответственно возможности от богов вот эта мера она отношения она называлась кодом вообще все отношения значит ближайших мер они называются кодом но вот эта мера самая важная если вы хотите проверить как она работает на вас вот у нас слово ходить да мы с вами слово ступать уже разобрали да а было еще слово ходить ходить оно оно просто писалось раньше через букву х которой у нас сейчас нет вот поэтому ходить это вот тут ходить а тут код то есть в принципе от одного и того же корня это когда вы используете шаг аршин и шаг к эту косую сажение вот вы если так идете да то есть делаете один шаг сажение одной ногой второй ногой тоже делаете сажение а потом два шага делаете по аршинам так это вы идете по ходу по ходу это и есть ход вот вы просто по себе если у вас есть какие-то приборы которые меряют сейчас сейчас много таких вот изобрели которые меряют ваше поле если у вас там особенно знаете там ауры всякие да у человека видны где-то там разрывы где-то там вот когда вы так походите никаких разрывов и поле оно вырастает где-то в 20 раз это вот измерение показывает вот вы умрожете устали вот так вот походили так вот вы просили практики вот когда вы ходите человек чувствителен очень к своему коду и когда вы ходите вы таким образом можете в себя внести то что вы хотите получить от своего организма вот вы походили вы можете теперь сделать утверждение но это не как там молитва там а как треба то есть это в утвердительном утверительной форме вы вгоняйте в себя а себя как вогнать можно мы уже говорили то есть нужно говорить в себя то есть не на выдохе говорите а на вдохе и таким образом вы в себе ну например вы хотите чтобы вы были сильным например говорю это для женщины там другие характеристики потребуют нужные да вот обаятельность там или еще что-то да но это надо представить но что само слово обаятельное оно сейчас ведь изменилось свое значение то что обаяние да вот оно ведь очень почему оно очень близко к обонянию потому что в действительности это связано с запахом но это как бы другая тема сейчас мы не будем на это выходить любое просто качество которое вы хотите поиметь но это лучше и проще всего это вот с веданием да потому что ведание оно в принципе сейчас оно самое простое да потому что это интуиция а с другой стороны у многих очень людей его сейчас вообще нет вообще нет потому что ну во-первых там принятие там всяких алкогольных там всякие эти неприятности которые наши цивилизации сегодня очень успешно давят на нас все что волшебное и божественное в человеке осталось вот поэтому у нас этого нет и вот вы можете это все пожелать делать это в произвольной форме но обязательно используйте священные слоги ведь и еще не забывайте что вся чувствительность чувствительная она связана с телом хи если вы говорите об эмоциональности да а там касается если эмоциональность это какие-то преобразования надо произносить обязательно священные слоги что такое слог слог лог логос именно через священные слога слоги мы можем входить в контакт с логосом человек настроен на него у него есть все для этого у него нет только техники мы пытались там всяко экспериментировать вот потому что я знаю что у некоторых людей получились все-таки контакты но к сожалению когда получается такой контакт человек просто неинтересно с нами становится общаться произнеся этот слог вы можете сразу работать и с телом хи и с телом хи и с телом ми то есть со всеми треми телами и од слог и об и ом и чтобы это все реализовалось на уровне жизни значит и слог ор все четыре слога одно и то же произнеся в себя вы таким образом реализуете в себе то что вы хотите получить вот мы сейчас сказали о мирах и как у нас получается угол бога когда ну как мы через свои меры можем в себя впустить бога вот цилиндра то есть наша мера вот угол хочу напомнить тридинометрия это действительно геометрия которая для справки до 19 века была запрещена в россии и то что ее разрешили да она уже не имела вот того блеска и божественных вот этих всех вещей какие бывало когда-то в русской геометрии но она даже геометрия называлась геометрия называлась но сейчас делаю дело придумали специально богиню там земли вот мерить землю надо вот так вот геометрия то в действительности она связана с ягой с ягой обратно если прочитать что это реализованная ягова достигнутая то есть это как раз и она была связана с тем что мы реализовывали все эти божественные качества в себе вот здесь вот еще получается у нас одно важное достижение значит угол вот представьте опять себе окружность окружность разделите диаметром который идет вертикально и диаметром который идет горизонтально и вот теперь у нас могут отлагаться в правой этой стороне да углы богов их 24 угла вот в первой вот этой четвертинки окружности да у нас практически все боги укладываются в левой половинке там остались только вот лели у которой там число 2 и троян только число 3 остальные все здесь вот синус если вы помните да у нас там у этой окружности радиус равен единице ну в данном случае это наша мера какая-то да так вот синус синус это вот ну вот вы нарисовали значит радиус да и опустили из точки пересечения с окружности перпендикуляр вот то что внизу это называется косинус а то что у нас как это получилось значит вертикальное это синус вот все что связано с косинусом это связь с внешним миром это воздействие на внешний мир косинус он играл роль внешней величины воздействие на внешность а вот то что связано с богами это был синус то что вертикальный так вот если вы теперь возьмете в качестве единицы не свою меру, а свою меру, полученную вот с этого цилиндра, о котором мы только что недавно говорили. То есть, когда мы свою меру к своей мере, к цилиндре, к его диаметру, к этой линии, проводим угол Бога. И проводим, значит, плоскость, которая рассечет этот цилиндр. Получается Элиэс. Так вот, эта вот величина, которая возникала, она называлась лотом. Вот сейчас лотом называют, я даже не знаю, какие-то игры там, по-моему, лот или там при продаже какие-то лот. Я могу спутаться, я, честно говоря, особо не уникал в это. Но вот лот, это как раз связь человека с Богом. Вот когда он свою меру не просто, а вот именно делает по лоту, вот это уже, как бы, получается мгновение. И вот этот лот, он может использовать тоже в шаге. И это, оно называлось так, лотать. Но сейчас понятие лотать связано с тем, что мы там что-то зашиваем, что-то в ванной у нас. Мы уже говорили, что все слова менялись в свой смысл. А в действительности лотать, вот вы, когда начинаете идти по лоту, вы фактически реализуете, опять же, функции Бога через себя. Это еще одно такое вот практическое занятие, которое необходимо каждому делать для того, чтобы достичь контакта с Богом и стать блаженным. Ну и вот самое-то основное в православии это было создавать вот тех двойников, которые у нас погибли при нашей предыдущей жизни, при нашей предыдущей смерти. Они, поскольку разрушены, это вот эфирный, астральный, ментальный. Ну, родовой, то есть казуальный двойник, он обычно сохраняется. Бывает, что гибнет, но чаще сохраняется. Дальше душа. Душа, она считается вообще бессмертной. Она всегда сохраняется, даже если и в ад попадает, и потом в сад, но обычно там животное или еще куда-то, но она сохраняет и человеческую форму имеет. Ведь не случайно, ведь когда вот животное рождает в смысле рождает ребенка, а у него человеческая душа, то он может начать развиваться как он и развелся, то есть организует человек. Эти все маугли, когда там встречают то олени, среди оленей там человека, среди тигров человека, среди ловков человека встречают. Это вот как раз рождение. И с одной стороны, потому что они сами произошли от людей, все эти животные, млекопитающие, а с другой стороны, то, что когда посылают зад человека в животное состояние, потому что и задом можно только в животных попасть, то вот могут появляться такие факты. Ведь когда я даже смотрел по телевизору, когда там мужчина, который здоровый такой, его поймали среди волков, он, кстати, бегал на четырех ногах, его поставили на ноги, научили говорить, он в принципе понимал человеческую речь, немного мог говорить, но говорил, он утверждал, его спрашивали, это вот кто, это, говорит, мои мать, но их убили, это мой мать и мой отец, то есть он их различал, то есть волки различают своих родителей, то, что вы украли, но он говорит, что нет, и я как бы знал бы это, значит украли мощство что-то, потому что так он родился, вот и вот когда человек начинает использовать при ходьбе вот эти луты, то есть начинает лутать, он в принципе обретает свойства Бога. И вот чтобы нам все оболочки сразу им задавать божественность, да, вот мы должны строить, используя с одной стороны код, когда мы наиболее чувствительности, а с другой стороны лут. Ведь у каждой оболочки есть свой Бог, ответственный за эту оболочку, и вот именно этот угол, который связан с данным Богом, и этот код мы будем использовать при строительстве своих тел. первое у нас тело Хи, Хи связано у нас с Желем. Значит, у Желя число 7, ну угол соответственно мы получаем 360 гроссов разделить на 7, там 50 с копейкой можете посчитать. Значит, вот этот угол вы используете при строительстве двойника. Техника в принципе получения двойников всегда одна и та же. То есть это использование металлических двойников, ну это пучок против. Вот первое тело, которое у нас будет выбиваться, он выбивается хромом. Вот для усиления тела Жи применялись железные веники, а для выбивания, значит, второго двойника тела применялся, значит, у нас хромовый веник. Вот позвоночник, так, позвоночник это как бы точка отсчета. Вы сначала проходите по телу, по спине, это, кстати, делалось и в банях, и в русских даже сказках осталось использование серебряных, медных веников, золотых веников. В русских сказках это есть. Сейчас у нас используют березовые, губовые веники. Вот даже вот эту традицию нам тоже всю испортили. Вот веники, которые у нас, они используются как опахало. Кто парился, он знает, когда так махнут веником, гораздо сильнее, чем ударили им. захватывает дух, жарко становится. Это все равно от холодного дуэта обольешься, захватывает дух, и веником тоже, когда махнешь, как опахал, он тоже захватывает. Вот веник березовый, это в принципе особой роли не играло какой. Березовый, хвойный или это, им не били, им обмахивали, а били как раз железным, хромовым, митным, медным, медным для тела мимик когда убивали, а серебряным там уже более высокие их стимулировали. А тело же у нас железом убивало, оно не убилось, но стимулировало. Ведь у нас ведь у Лели у нее 180 градусов, то есть там угла нету. А вот для всех остальных там есть угол, вот есть угол, и поэтому мы эти углы используем. То есть мы его бьем веником сначала вертикально, вдоль позвоночника, а вот потом уже мы бьем под углом. Сначала бьем сверху, то есть а потом снизу. Вот мы как бы создаем двойную систему, как в рощах. А они вот вдоль получились, то есть углы, которые снизу, они же ведь остаются. И вот эти углы, они как бы берут энергию с Земли и берут энергию с космоса. И то, что у нас получается опять пружина, опять сила. То есть мы таким образом рождаем двойника. И не просто рождаем, то, что можно убить, да и выбить из двойника. Как я уже говорил, такие вещи происходят. А здесь ведь тонкий двойник. Тонкий, который нужно, чтобы он еще мог собирать вот эту энергию. То есть он с минус упружинами, чтобы у него была вот эта сила. два потока создавала этого двойника. Но я хочу сразу предупредить. Вот если вы занялись работой с первым своим тонким двойником, с телом хитого, вы пока его не получили, не прыгайте за следующим двойником. Потому что можно только навредить. Ведь у нас обычно получали второго двойника, это между четырьмя и восьми годами. детишками. То есть у него формировали этого двойника и тоже формировали в банях. Оно кстати говоря осталось даже в наше время, потому что когда-то были 50-е годы, где разбирали такие вещи, что детей у них колотят, дощечки какие-то вешают и бьют по ним. Такие методики тоже были. Они были связаны с мирами, которые на человека цепляли. Смотрите, у нас же были кольчуги. Я много музеев облазил, искал всякие артефакты. Я ни одной кольчуги не вижу в больших размерах. Они все маленькие, они детские. Кольчуга не для того, чтобы воевать, как нам сейчас рассказывают. Кольчуга для того, чтобы вес билы. или то, что называем латами. В центре лата связана была. Они с мирами все были связаны. Связаны с ожжением, с косой с ожжением, с боков с ршином, с локтем, с плечом. По ним били. И человек реагировал на эти. Потому что мир они назывались животворящие. И человек получая эти частоты своих мер, у него происходила реализация то, что в этих мерах заложено. Потому что в каждой мере заложена бесконечность действительности. И чем больше мы будем работать в процессе роста, тем лучше и больше мы можем получить на своих детях. Вот. Когда получение двойников можно начать в любом возрасте если вы вошли в традицию православия можете получить хоть вам пусть 70 лет хоть вам 20 лет не имеет значения. В принципе вы если приняли это. Потому что человек который имеет душу он сразу знает что это его. Так другого просто не может быть. И когда он это все принял он может сформировать двойника. Так вот появление двойника оно вот когда оно начинает появляется во-первых как бы другое осознание. Вот здесь вот еще там очень мощная такая методика у нас просто со временем конечно тяжело. Я в двух словах просто ее обозначу. Ведь у нас то что у нас сейчас звуковое сознание то есть было зрительное вот зрительное сознание обладает качеством переноса. Вот его можно просить на кончик носа на попке ему сосредоточиться и сосредоточиться таким образом чтобы вообще все вот уйти туда весь а вот зрительное звуковое сознание оно не позволяет это делать оно фиксирует потому что оно очень сильное оно очень мощное и оно нибкое и поэтому такие переносы тяжелые и поэтому когда у вас появляется значит этот двойник у вас ощущение раздворности возникает и оно как раз и возникает потому что вы все время пользуетесь звуковым языком поэтому эти вот обеты молчания они вот необходимы когда формируется двойник чтобы вы почувствовали вы вошли в его сознание вот этого формирующегося двойника не отойдя вот от этого сознания ведь это же страшно вот человеку обычно это страшно точно так же вот когда вот он делает обеты молчания для того чтобы войти именно в зрительное осознание осознать себя вот сам такой вот уход это тоже вот как бы раздвоение получается надо про это забыть сознание забыть когда вы сможете ощутить вот всю ту гамму всяких вот этих переживаний существующих вокруг вас людей я конечно как бы понимаю что вот особенно когда пообщаясь вот с этими ребятами да и вот эта вот способность в том просто не знаешь куда от нее деваться вот потому что ну все эти ощущения они доставляют массу неприятностей потому что переживаешь же все и боль и страдания и пласть ну все переживаешь поэтому естественно что надо жить среди таких же подобных людей чтобы всеми этими штуками заниматься но как бы я сразу предупреждаю что когда вы начинаете это все делать вот могут быть всевозможные неприятности особенно они связаны с тем что у нас имеет место быть звуковое сознание которое в действительности она кроме ну как бы у нас все стабилизировалось а в действительности ведь в психиатрии описано всевозможных множество состояний когда вот борется сознание зрительное и звуковое и вот это раздвоенное значит перепрыгивание из одного так сказать состояние когда человек считал себя там допустим сапожником потом вдруг уходит в прошлую свою жизнь и считает себя там часовый геомастер такие тоже описаны состояния его нужно назвать совсем другим мнением это называют психиатрией паранормальной маникально-депрессивный психоз но это в действительности паранормальное явление оно связано с нашими вот этими прошлыми жизнями и нашими сознаниями вот и наделяя вот этих двойников почему еще нужно закручивать вот эти вот временные циклы для того для того чтобы у него сформировалось правильное сознание нам зачем чтобы у него было такое же сознание как у нас нам нужно чтобы у него было сознание другого абсолютно человека с другой с другим мироощущением и с другой реальностью тогда мы вот эти все реальности которые существуют вокруг нас начинаем видеть но это уже без особых ощущений каких-то значит в своих книгах я в принципе писал о том что вот эта вот система связь тонких оболочек и значит с названием врачей и с названием школ различных и с названием упражнений они все имеют эти корни ж и и там и так далее вот и с названием свечений все осталось в русском языке потому что эта система универсальна ее как вот не кореш как не корчева она все равно как бы корни свои везде цепляет все-таки оставляет и мы это все находим и мы говорим что в принципе вся наша православная система она была направлена не то чтобы достичь контакта с богами стать богами и их перерасти пойти по дальнейшему пути пути витязи панов всемир миров и наконец дэвов то есть дэв это действительно уровень девятый уровень намного выше чем у бога ну и на 6 значит порядка выше чем у бога и дэвы они в общем-то уже имеют контакт то что мы называем всевышним